Здравствуйте друзья! В этом уроке мы с вами разберемся, как использовать дополнительные режимы для реле, розеток и выключателей Акара при использовании интеграции ZigBee to MQTT. Это будет режим интерлок для реле, режим восстановления после сбоя энергопитания для розеток и режим отвязки клавиш для выключателей. Начнем с двухканального ZigBee реле Акара, которое поддерживает режим интерлок. Когда он активен, включение одного канала автоматически отключает другой. Это удобно например для управления электрокранами. Это интеграция MQTT. Пользуясь случаем покажу, что индикаторы заряда датчиков отображают разные значения заряда не только 100%. Сущности которой составляют реле Акара. Нас интересует именно реле, по умолчанию они включаются и выключаются в любых комбинациях. Для удобства все команды, отдаваемые в MQTT брокер в этом уроке, я сделаю в виде скриптов. Для этого я создам отдельный файл с ними, ссылку на него вы найдете в описании под видео. Создаем скрипт активации режима интерлок, я его так и назвал. Он будет запускать сервис публикации в MQTT. Имя топика устройства в ветке Z2M копируем при помощи MQTT Explorer. Надеюсь, уже все его установили. Для команд используется subtopic set, дописываем его вручную. Согласно документации Z2M, в него нужно отправить команду interlock true, которая активирует режим. На его базе создаем еще один скрипт для отключения этого режима, который будет в этот же топик отправлять команду interlock false, которая отключает этот режим. Делаем рестарт скриптов, чтобы они стали активны в системе. Для наглядности, я сделал отдельную страничку в Lovelace для этого урока и вывел туда оба созданных скрипта. Запускаем скрипт активации interlock. Переходим в MQTT Explorer и проверяем, что команда была опубликована в топике. Теперь возвращаемся обратно в список устройств интеграции MQTT и открываем страницу с реле. Проверяем. С активным режимом interlock, реле автоматически отключает один канал при включении другого, без каких-либо автоматизаций. Проверяем и обратный скрипт. Запускаем. Смотрим, что сообщение улетело в нужный топик. Это обычный режим работы реле. Оба канала снова могут включаться в произвольном порядке. После таких действий в топике устройства появился новый атрибут состояния режима interlock. Давайте используем его для создания бинарного сенсора. Для бинарных сенсоров, показанных в этом уроке, я тоже создам отдельный файл. Ссылку на него вы также найдете в описании. Создаем сущность на платформе MQTT. Прописываем свое имя для сенсора. Указываем топик устройства, тот же самый, который можно скопировать из MQTT Explorer. Топик доступности общий для всех сущностей интеграции с MQTT и указывает на его состояние. Условия. Сенсор будет включен при состоянии атрибута «Правда» и выключен при статусе «Ложь». И наконец имя атрибута из топика interlock, который будет являться индикатором для бинарного сенсора. Для применения изменений нужно, предварительно проверив корректность конфигурации, перезагрузиться. После перезагрузки в панели разработчика меню состояния ищем по имени новый сенсор. Сейчас он имеет статус «Выключены, интерлок не активен». Добавляем его на карту в Lovelace к скриптам. Проверяем, все работает корректно. Следующий режим – восстановление после отключения питания. Эта опция доступна для накладных розеток Xiaomi в китайской и европейской версии, в уроке я буду тестировать китайскую. Розетка подключена к питанию, управляется программной и кнопкой. Включим ее и вытащим из удлинителя. После этого ставим ее обратно. Розетка подключается к системе, но свой статус включена, не восстанавливает. Возвращаемся в файл скриптов и по образу и подобию активации режима интерлок создадим новый. Даем ему новое имя. Далее нужно скопировать и заменить имя топика, которое можно скопировать из MQTT Explorer. Оставляем командный topic set. Команду интерлока меняем на команду для розеток, она тоже описана в документации Z2M. Аналогично делаем скрипт обратного действия, который будет отключать режим памяти. После этого перезагружаем скрипты. Я их добавил к той же карте, где находятся скрипты интерлок режима. Запускаем первый скрипт. После этого смотрим, что сообщение публиковано в корректном топике. Кстати, на этот параметр тоже можно создать бинарный сенсор состояния. Проводим живой тест. После того, как включенная розетка потеряет и снова получит внешнее питание, она автоматически восстановит свой статус, который был перед отключением. Делаем бинарный сенсор состояния и для этого режима розетки. Тут все аналогично первому сенсору, который можно использовать как шаблон. Меняем имя, затем топик, который берем из MQTT Explorer. И название атрибута, ответственного за состояние сенсора. Проверяем конфигурацию и перезагружаем Instance. После запуска ищем в меню состояния наш новый сенсор. Все в порядке, теперь его можно добавить на карту. Проверяем работу. Статус сенсора берется из атрибута топика розетки, таким образом он переключается при отправке команд на включение и выключение режима памяти. И третий, последний в этом уроке режим, это отвязка клавиш от управления реле на стенах выключателя Acara. Он работает и для версий с нулевой линией и без нее. По умолчанию, каждая из клавиш выключателя при нажатии меняет статус его реле, включает и выключает. В интеграции это выглядит так. При нажатии на клавишу переключается состояние соответствующего реле, а сенсор клик показывает логическое событие нажатия. Снова идем в файл скриптов. Суть здесь такая же. Отправка определенных команд в определенные топики. Сначала скрипты для отвязки клавиш. Путь к топику тут чуть-чуть удлиняется. Первая часть топик устройства, его копируем из MQTT Explorer. Далее субтопики System Set. Команда тоже побольше, она устанавливает операционный режим заданной клавиши. В первом скрипте левой и устанавливает режим отвязки. Аналогично для правой. Если у вас однокнопочный выключатель, используем название Single для клавиши. Теперь обратные скрипты, которые при активации будут прописывать клавишам контроль над реле правым и левым. В однокнопочной версии, кроме Single в названии, просто не указываем тип реле правая или левая. Применяем новые скрипты. После этого их можно добавить на карту Low Lace. Отвяжем обе клавиши и они будут работать только логически. Проверяем, реле не реагирует на нажатие клавиш выключателя. Сенсор клик, отвечающий за логику, продолжает показывать события. И однократное и двухкратное нажатие, и нажатие двух клавиш одновременно. Все как у беспроводных выключателей. А реле остается в своем состоянии. Теперь вернем управление правой клавишей. Проверяем. Левая осталась логическая, ее можно использовать как триггер. А правая опять управляет своим каналом. И возвращаем все как было. Обе клавиши вновь напрямую управляют реле. Отправка команд в MQTT Topic при помощи сервиса MQTT Publish в Home Assistant не только делает процесс более удобным и понятным, но и позволяет его автоматизировать. Можно использовать и скрипты, как показано в этом уроке, и виртуальные переключатели. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Все интересные новости, обновления, а также купоны и скидки на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграм канале, ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok